Биография Василия Сергеевича Кулика начался зимой 1956 года. Мальчик родился в Иркутске в семье образованных интеллигентных людей. Отец, выпускник престижного вуза, был профессором энтомологии, писателем и преподавателем университета. Мать, педагог и психолог, работала директором школы и воспитывала детей. В годовалом возрасте ребенка определили в местные ясли. Переболев корью, он стал страдать лунатизмом и попал под наблюдение врачей. Родительница иногда теряла терпение и жестко наказывала сына. Хозяину дома приходилось организовывать прогулки по ночам. Спустя время проблемы со сном сами собой рассосались. На смену пришли новые недуги, бронхиальная астма, ревматизм и гепатит. Однако ослабленное здоровье не стало поводом для особого отношения и потакания капризом. Васю воспитывали в равных условиях со старшей сестрой, скромно одевали и обеспечивали только самыми необходимыми вещами. Это породило вспышки агрессии, распространявшиеся на родственников. Став школьником, кулик совершил нападение с ножом на девочку, рошую с ним в одном доме, и ударил по зубам одноклассницу. За эти поступки ему сильно досталось от разгневанного отца. В среднем общеобразовательном учебном заведении странноватого ребенка не любили. Единственным другом стал мальчик, который был старше на несколько лет. Он научил будущего преступника издеваться над бродячими животными. Устраивая виселицы для кошек, товарищи испытывали экстаз. В старших классах отношения со сверстниками обострились до предела. Василий решил изменить ситуацию и записался на бокс. Став обладателем первого юношеского разряда и победителем городских и региональных состязаний, он сумел запугать потенциальных обидчиков. Впоследствии травма, полученная на тренировке, преградила дорогу в профессиональный спорт. По окончании школы в середине 1970-х кулик проходил службу в Вооруженных силах Советского Союза. Демобилизовавшись по велению матери, страдавший от диабета, он поступил в медицинский институт. В момент выбора специализации студент, панически боявшийся скальпелей, предпочел хирургиотерапию и фармакологию. Ему нравилось делать лекарственные смеси, оказывающие снотворный и одурманивающий эффект. Несмотря на средний рост и непривлекательную внешность, уроженец Иркутска не испытывал недостатка в женском внимании. В молодости в его окружении было много подруг. Первый серьезный роман закончился изменой возлюбленной и принес массу разочарований. Это породило тягу к мелким интрижкам с дамами разных возрастов. Со временем, присытившись беспорядочными отношениями, Василий потерял интерес к прекрасному полу. Однако, чтобы не выделяться из общества, он обзавелся законной женой. Уроженка Севербайкальска по имени Марина считала, что ей повезло в личной жизни. Заботливый обеспеченный муж демонстрировал нежные чувства на публике и превозносил жену в компании друзей. Девушка не подозревала, что в постели кулик вдохновляется образами несовершеннолетних девочек. Также она ничего не знала о многочисленных связях на стороне. Василий обустраивал дом и возводил дачу для комфортного отдыха летом, отдавал супруге зарплату, водил ее в кинотеатры и кафе. В начале 1980-х семья пополнилась долгожданным ребенком, и Василий стал играть роль заботливого родителя. Счастье омрачила попытка самоубийства после скоропостижной смерти отца. Врачи вытащили сотрудника скорой помощи с того света, но эпизод имел ряд трагических последствий. У жителя Иркутска появилась потребность мучить и убивать. После института Василий поступил на работу в Иркутскую больницу. Через некоторое время он понял, что это неподходящая профессиональная стезя. Молодой врач выписывал вечно жаловавшимся пожилым пациентам бесполезные лекарства, надеясь, что они умрут в ближайшее время и больше к нему не придут. Ситуация изменилась, когда кулик стал сотрудником станции скорой медицинской помощи. Он неожиданно полюбил дело, которым занимался, и заслужил благодарность людей, нуждавшихся в помощи. После того, как он без оборудования собственноручно принял роды, коллеги и руководители решили, что перед ними настоящий профессионал. В начале 1980-х у примерного гражданина Советского Союза проявились нездоровые сексуальные наклонности. Позже выяснилось, что, пережив нападение хулиганов-подростков в молодости и кончину отца, выпускник медицинского вуза начал мечтать о половых актах с несовершеннолетними и одновременно ненавидеть беззащитных маленьких детей. Кулик долго не решался притворить в жизнь страшные фантазии. Потом внимание сконцентрировалось на ученице одной из иркутских школ. Врач начал дарить девочке цветы и подарки, посылать любовные письма. Нездоровое отношение перед свиданием на чердаке многоэтажного дома прекратила обеспокоенная мать. Сотрудники милиции, по инициативе женщины, ознакомившиеся с посланиями, уголовное дело заводить отказались. Василий, избежавший наказания, решил тщательнее подходить к выбору жертв. Он изнасиловал трех учеников младших классов. Об этом правоохранительные органы узнали только тогда, когда преступник попал под арест. Родители пострадавших стеснялись обращаться за помощью, поэтому преступника не искали. Весной 1984 года Кулик встретил пенсионерку, которая приходила к нему в больницу. Проникнув в квартиру под предлогом медицинского осмотра, он вколол женщине психотропное вещество собственного изготовления. Когда препарат подействовал, он изнасиловал и убил жертву. Причиной смерти из-за преклонного возраста посчитали внезапную остановку сердца. Это развязало маньяку руки. В так называемом полевом дневнике содержался список лишенных жизни старушек. На этом этапе иркутским маньяком Василия не называл никто. Когда в поле зрения снова оказались несовершеннолетние дети, а изуродованные тела мальчиков и девочек стали находить в подвалах многоэтажек, милиция попыталась создать фоторобот преступника и его психологический портрет. День празднования 30-летнего юбилея для Кулика оказался неудачным. Он был пойман случайными прохожими во время расправы с одной из жертв. Виновность не могли доказать до тех пор, пока чудом выживший ребенок не опознал своего мучителя. О 30 изнасилованиях и 13 убийствах спустя время пришлось рассказать. В ходе следствия, длившегося два года, сотрудники правоохранительных органов допустили ряд непростительных ошибок. К счастью, специалисты по серийным убийствам Исаака Стоев и Николай Китаев расставили все на свои места. Адвокаты, придумавшие историю о том, что вина лежит на членах банды криминального авторитета Чибиса, не помогли иркутскому монстру. В августе 1988 года суд вынес преступнику смертный приговор. В ожидании неизбежного Кулик давал интервью журналистам. В тюремной камере он писал письма супруге и сочинял лирические стихи. В начале лета 1989 маньяка врача расстреляли. Его биография стала темой документального фильма «Душегуб» из популярного телевизионного цикла следствия ввели.